Ребята, всем привет! Сегодня мы будем делать очень много неоновых пэтов в Adopt.me. И мега-неоновых, кстати, тоже. Мы с моей командой тигров очень долго выращивали разных пэтов. Они все абсолютно там разные по редкости и так далее. Но, тем не менее, они все такие редкие, знаете, это не просто там сделать неоновую кошечку. Некоторые из них очень долго выращивались, и мы даже еще многих не вырастили до конца. Вот у меня тут, например, арбинос обезьянки еще не до конца выращены, королей обезьян, ну и на самом деле еще куча других пэтов. На сегодня я подготовила максимально интересный набор, и я давно хотела сделать этих пэтов неоновыми, и обещаю вам, они будут классные. Ну что, я предлагаю вам уже отправиться в пещеру, где делают неоновых и мега-неоновых пэтов, так что пойдемте прямо туда. Но перед началом не забудьте обязательно подписаться на мой канал, если ты все еще не подписан, а также активировать колокольчик. Потому что мы очень старались выращивали этих пэтов, и вообще над каждым видео приходится все не заморачиваться, поэтому, пожалуйста, поддержите нас подписочкой. Ну и все, если все сделали, то тогда мы можем начинать. Ребят, я уже бегу к этой пещере, смотри, тут мост не прогрузился, он прозрачный. Ребят, я хожу по стеклянному мосту, обалдеть, вот это обновление в Адов Тьми, конечно. Ребят, реально стеклянный мост, это так прикольно выглядит. А можно такое навсегда сделать? Вот, мне нравится, сразу видно, что там дверь есть, вот так вот спускаемся и бежим туда. Итак, ребята, я уже пришла в пещеру, и, во-первых, мне очень нравится, как она выглядит. Я это всегда говорю, потому что она реально классная. Но должна вам сказать, во-первых, какого первого пэта мы будем делать. Я не буду вам говорить сразу список всех пэтов, которых мы сегодня сделаем неоновыми, но могу сказать, что начнем мы с вами. Мы начнем, мои дорогие, с землеройки. Многие, может быть, даже не знают, что такое пэта в Адов Тьми вообще есть, я не знала, например, до недавнего времени. Но он выглядит вот так, называется Шрю. И она такая милашка, боже мой, посмотрите на эту прелесть, честно. Прогрузится, что с ней? Посмотрите, на самом деле она такая няшка, а в неонке она вообще просто принцесса, реально. Не знаю, кто-то из вас видел ее в неонке или нет, но она такая няшка. И я прям, когда ее увидела, сразу поняла, что я обязана такую сделать. И раньше у меня была такая только одна, но вот мы с моими подписчиками смогли затрейдиться, и у меня теперь их целых пять. Итак, давайте начнем их ставить, я не буду тянуть время. Если вы не знаете, каким цветом будет светиться эта землеройка, то попробуйте сейчас проверить свои экстрасенсионные способности. Экстрасенсорные. Свои экстрасенсионные способности. Экстрасенсорные. Экстрасенсорные способности. И написать в комментариях, какого же цвета будет эта землеройечка. Ну все, погнали ставить. Первую поставлю на розовый кругляшок. Ой, как ей розовый цвет идет, конечно. Я даже когда ее сделаю, потом хочу еще наряжать пэтов. Может быть, даже делать об этом отдельное видео. У меня много разной одежды. Так, я уже вторую землеройку поставила. Думаю, может быть, вот какой-нибудь наряд мне прям подобрать. Такой принцесски. Так, на третью поставил. Ребята, очень ответственный момент. Ставим на четвертую. Все, ставлю на последний кругляшок. Зеленый. Так, все, ребята, началось. Похоже. А что за звездочки сейчас были такие? Разные цветы вы видели? Ааа, все, ребята. У нас получается неоновая землеройка. Боже мой, но она просто няшка. Ребята, кто из вас угадал, что она будет розовенькой? Ей так идет реально розовый цвет. Это, пожалуй, самый лучший вариант, который могли сделать разработчики. Посмотрите, какая она няшка. Она, кстати... Ой. Она у нас пока что только рай, потому что у меня не было почему-то флай. Но я сейчас дам ей флайзельку заодно, чтобы она была сразу флай райт неон. Она такая няшка. Кстати, должна вам... Не могу вам не показать, какие трюки она вытворяет. Это, наверное, самый нервный пэт по трюкам. Смотрите. Она вот так танцует потрясающе. Но это еще не нервная. Посмотрите, как она прыгает. Просто вы это видите, да? Она какая-то реально нервная. Так, давайте трюк один. Вот так вот она делает. Просто такая милашка. Ну все, ребята, давайте сейчас дадим ей флайзельку. Она же у меня есть. У меня нет флайзельки. Ладно, ребят, тогда, ну, как-нибудь потом я куплю флайзельку. Просто сейчас у меня, наверное, нет рубаксов на счете. А может и есть, не знаю. Ну, короче, потом сделаю ее флай еще. Я просто все свои флайзельки раздарила подписчикам, у кого это была мечта, поэтому да. Так, погнали делать следующего пэта. Следующий, кого мы будем делать, это будет хэллоуинский пэт. И он достаточно редкий, я могу сказать. Это зомби-буфало. Я скажу вам честно, мне сначала этот пэт вообще не понравился. Ну, он как бы хэллоуинский. И, конечно, мне как девочке будет больше нравиться сначала единорожек, чем зомби-буфало. Но я попала один раз на донатерский сервер. Увидела этого красавчика в неонке. Я пока что не буду, опять же таки, говорить, как он будет выглядеть. Это просто меня повергло в шок. Какой тут неон будет сейчас? Я не ожидала такого, честно. И поэтому я начала копить зомби-буфало. Кстати, сейчас он мне кажется реально няшкой. Но после того, как мы сделаем его в неонке, он будет даже не такой няшка. Сейчас вы поймёте, о чём я. Ну что же, погнали. Опять же таки, можете попробовать и написать в комментариях, каким цветом он будет светиться. Ну, только если вы ещё не знаете и не видели такого пета в неонке. Так, всё, погнали, ребят. Я начинаю ставить. Первый пэт поставлен. Так. Пойдёмте со вторым. Этот уже у меня сразу будет неон флайрайт. Так, второй поставлен. О-о-о, просто такой прям волнительный момент, ребята. Обожаю создавать неоновых пэтов. Вот этот момент такой классный. Я думаю, последний кружок, на который мы поставим, будет зелёный. Так. Ой, мне так жалко, что я не играла в Хэллоуин в Адопт Мин. Потому что как-то прям вот обидно становится. Там были такие классные пэты. Вот зомби-буфало-шадоу. Знала бы я, я бы там вообще, если бы играла на Хэллоуин, я бы этих шадоуов понакупала бы себе столько штук. Так, всё, погнали. Последний зомби-буфало отправляется у нас на своё законное место. И, ребята, создаём неонку. А ты знал, что только 3% людей смогут сейчас за 5 секунд успеть подписаться на мой канал и написать в комментариях любую цифру? Вообще без разницы. Главное, чтобы это была цифра. Давай на счёт 3. Готовы? Начинаем. Раз, два, три. Погнали. Пять, четыре, три, два, один. Успел? Надеюсь, что да, потому что у меня не получается. Значит, я не отношусь к этим 3%. Всё, ставим последнего пэта. Пу-ху! Ребята, всё, началось! Ааа, мне страшно, мне страшно. Там сейчас такое будет... Что? Что? А, всё, залагало у меня случайно. Так, девочки, всё, пошло, 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 пошло. Вот он! Ой, смотрите, он лежал там. Боже! А, он не только... У него не только глаза, оказывается, светятся. Ребята, смотрите, какой он! Это реально самый, что не на есть хэллоуинский пэт. Посмотрите, как у него светятся глаза, нос. Так ещё и вот тут вот... А, нет. Я думала, у него разрез тут ещё светится, но нет. Блин, а было бы классно. Смотрите, как выглядит. Как выглядело бы, если бы оно светилось. Мне кажется, разработчикам стоит это немножечко поменять. Смотрите, как прикольно выглядит, если бы светилось. Попа. Но его глаза, это просто чудо. Посмотрите, можно утонуть в этих глазах. Какой красавчик, просто не могу. Но он реально няшка. Я рада. Так, это уже второй неоновый пэт, который мы сделали. Ребята, зомби-бухло в неонке. Мне он очень нравится. Ну, должны же быть хоть какие-то там страшненькие такие пэта. Я имею в виду страшненькие не от того, что они такие тупые, а от того, что они просто страшающие. Ребят, нам осталось сделать еще двух неоновых пэтов в этой серии. Вроде бы. Ну, если я найду кого-то еще, то мы сделаем еще кого-то. Но! Это два из моих самых таких долгожданных пэтов, которые я давно хотела сделать. Уже, боже, терплю там неделю, наверное, да. Мы давно их уже вырастили, и пора сделать из них неонку и мега-неонку. Но сначала мы сделаем неонку. Итак, это будет, ребят, очень даже редкий пэт. Его трудно весьма добыть, он старый. И этот пэт называется «Розовая кошка». Ребята, вот так вот она выглядит, она красоточка. В неонке я не буду держать тайну, у нее будут садиться вроде бы ушки, носик и усики. Но это будет выглядеть потрясающе. И давайте не будем с этим тянуть, и поскорее уже сделаем неоновую, розовую, вот эту вот потрясающую кошечку, которая воняет. Ну что, погнали. Я не буду тянуть, я просто сразу их поставлю. Уже хочу поскорее получить эту розовую-неоновую кошку, сколько уже можно тянуть, серьезно. Так, на второй поставили вторую кошечку. Несем третью. Давайте на зелененькую. Так. Ну и последнее, четвертое. Вот такая вот розовенькая кошечка встает на розовый кружочек. Ребята, вы готовы? Я, кстати, хочу прямо сейчас подойти и от первого лица вот посмотреть, как рождается пэт. Давайте это и сейчас посмотрим. Так, все ставим и бежим вот сюда вот. Могу еще забыть и смотреть, как это происходит. Так, ребят, смотрите. О, она вываливается из трубы где-то. Вы видели это? Ааа, какая красотка. Смотрите на нее. Какая няшка просто. Красоточка, ребята. Тоже еще одна принцесска в нашей коллекции появилась. Посмотрите, какая она красивая. Прям такая, прям принцесска. Такая прям игрушечная кошечка. Мне она очень нравится, ребята. Оцените ее в комментариях от 1 до 10. Не знаю, почему я не просила оценивать вас в предыдущих пэтах, но это просто. Мне кажется, все напишут 10 до 10 такой няшки. Мне очень нравится. Я довольна. Ну что, ребята, переходим к самому главному, самому редкому пэту из всех этих, наверное. И к тому же мега-неоновому. Ребята, последний пэт, которого мы сейчас с вами будем делать, это будет единорог. Мега-неоновый единорог. Ребята, мы прокачали 4 неоновых юника. Это было очень долго, я могу сказать. Их прокачивать очень сложно как-то. Прям они такие тугие. Мне нравится и обычный единорожек, и неоновый единорожек. Но мега-неоновый это, конечно, сверх красота. И я очень рада, что сейчас в моей коллекции появится мега-неоновый еще один пэт. У меня их не так много, особенно из легендарок. Это, кстати, будет первый мой легендарный мега-неоновый пэт. До этого у меня из таких редких мега были только джинджер-кэты. Ну все, погнали! Ребята, ставить наших четырех единорожков на вот эти вот стоечки. С богом! Запомните этого единорога таким, потому что сейчас его судьба изменится навсегда. Он станет гораздо более ценным и вообще крутым. Так, ставим второго. Отлично! Третьего, ребята, на зелененький кружочек. И последний единорожка у нас будет на синеньком кружке. Все, ребята, ставим его. Я хочу еще раз сейчас от первого лица увидеть, как появляется пэт. Давайте сейчас-то проследим. Я не разу так не делала, потому что процесс того, как они вот так вот вспыхивают, это, конечно, красиво, но прикольно, что он так падает. Все, погнали, ребята! Не тянем время. Ставим. И бежим вот сюда вот. Вот тут вот он где-то будет сейчас появляться, ребят. Смотрим, смотрим. А-а-а! Какой красивый! Офигеть! Ребята! А-а-а! Боже мой! Какими красивыми цветами он светится! А вы заметили, что мега-неоновый единорог не светится всеми цветами радуги? Он не светится желтым, красным и так далее. Он светится только желтым, белым, бирюзовым, розовым и фиолетовым-синим. Все! Обалдеть! Тут еще и есть ограничения по цветам, ребят. Вы знали это? Я? Я нет. Ну, ему так идет мега-неонг! Он такой краш! Реально! Это что-то невероятное, ребята! Ну, вот с Джинджер Кэтом, например, он точно светится всеми цветами радуги. Котики тоже с собачками вроде. Если вы знаете, напишите в комментариях, какие еще пэты с ограничением цветов, вот, какими они светятся. Будет интересно мне очень почитать и полезно, потому что, ну, в адаптме я играю еще не так долго, но я так счастлива! Боже мой! Ну что же, ребята, вот такие пэты у нас с вами сегодня получились. Мне просто все безумно понравились. Они все потрясающе выглядят. Особенно мега-неон-виденорог. Ну, я ожидала, что он мне понравится. Но меня поразило, что он реально светится определенными цветами. Это прям неожиданно для меня. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк на это видео, потому что мы все очень старались вращивали этих петов. Ну и, конечно же, не забывайте его подписочки на мой канал. Мне будет очень приятно. Потому что, кстати, у нас же проходит небольшой эксперимент с количеством зрителей, которые смотрят мои видео без подписки. И если вы одни из тех, у кого внизу горит красная кнопочка, то это не очень хорошо на самом деле, потому что больше 60% зрителей, которые смотрят это видео без подписки. И это прям очень много, я могу сказать. Поэтому помогите нашему эксперименту и нажмите сейчас на эту красную кнопочку. Посмотрим, сколько человек нажмет на нее. Спасибо всем большое за просмотр этого видео. Я вас очень сильно люблю. Целую, обожаю, обнимаю. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok